Слава Господу! Приветствую вас, дорогие друзья, с любовью к вам Владимир Дзюба. Пусть Господь благословит каждого в этом дне обильно. Пусть его любовь мощным потоком проявляется в ваших сердцах. Любовь, которая излилась Духом Святым. Я верю, это громадное благословение сегодня для каждого из нас. Это чувствовать то, что мы примирились с Богом. Это то, что мы приняты Богом. Осознавать, чувствовать это понимание, что я любим самим Богом. Потому что я верю, в сердце каждого возрождённого человека Дух Святой приносит это свидетельство. Это то, о чём говорил апостол Павел. Что Дух Божий, он свидетельствует, что мы являемся дети Божьими. И я думаю, это понимание чувства любви, что я любим. Знаете, в это время, наверное, в любое время, мне кажется, необходимо, чтобы это как-то особым образом проявлялось в жизни каждого из нас. Мне кажется, любовь, то, что она делает Христова, она лечит каждого из нас. Она лечит любовь, вообще имеет способность и исцелять атмосферу людей. Знаете, когда как-то был момент, когда я общался с одним человеком, который был связан с наукой, и мы разговаривали в отношении самой генетики, понимания то, что Бог сотворил человека, и в каждом человеке находится определённая информация, которую он несёт, связанная с его генами, в которой каждый ген он отвечает за определённую функцию, цвет, волосы, то-то-то, многие вещи. И я задавал этот вопрос человеку, а как влияние информации на саму информацию, на нашу генетику? Она говорит, да, проводили разные эксперименты на растениях, потому что во всём живом есть генетический код. И говорит, когда с растением относились с любовью, это растение, оно оживало, а когда, наоборот, проявляли гнев, оно увидало. То есть слова, которые звучали в адрес растения. Вот точно так же и мы. Библия приводит такие примеры, параллели, сравнивает нас тоже, то есть деревьями, то ещё с чем-то живым. И точно так же и мы сегодня нуждаемся в словах любви, в словах любви. И мне кажется, что сегодня для каждого из нас, как верующим, есть необходимость стремиться к откровению Божьей любви. Знаете, это то, о чём апостол Павел говорит в одном из своих посланий, он говорит о понимании самой любви, чтобы мы возрастали в любви, чтобы мы стремились к тому, чтобы иметь понимание любви Божьей в отношении каждого из нас. Я сегодня понимаю, почему. Потому что это будет фундамент там, который мы заложим для себя в наших отношениях с Богом, понимая то, что я принят. То, что я принят. И как апостол говорит в послании Ефесянам, 19 стих, чтобы уразуметь превосходящую разумение любовь, дабы нам исполниться всей полнотою Божией. Вот простые слова, но на самом деле какая заложена глубина. Через понимание любви мы исполняемся полнотой Божьей. Мне кажется, отсутствие понимания любви Божьей ограничивает нас. Потому что когда наше сердце открыто, и мы стремимся к тому, что я хочу уразуметь любовь Божью, я замечаю лично за собой, чем больше этого прикосновения Божьего в отношении откровения, в отношении любви Божьей, тем больше моё сердце исцеляется и оно освобождается от того, знаете, как комплекса неполноценности, от тех ран, которые были мне принесены на протяжении всей моей жизни. И уже сегодня, может мне уже за 50, но я и сегодня ощущаю, что есть потребность для меня в этом прикосновении, в этом Божественном исцелении. Вот почему апостол Павел говорит «и уразуметь превосходящее разумение Любовь к Христу». Почему он об этом говорит? Потому что его сердце, оно было направлено на то, что я хочу познать твою Любовь. И он приходит к тому, что эта Любовь, она приходит в человеческое разумение. Нам проще что-то применять в отношении чего-то и проводить сравнение Любови, привести параллель через человеческую Любовь. Но мы всё равно приходим к логическому завершению. То есть есть Любовь, и каждый из нас переживали Любовь кому-то, эту страсть, но потом время приходит, когда это всё где-то затихает, всё утихает. А Любовь Божия без изменений. И возникает вопрос, как можно любить плохого человека, как можно делать для плохого человека добро? Но мы сталкиваемся с Богом, и мы понимаем, стоп, а эта Любовь, она делает. Она делает. Бог это делает, дабы исполниться всей полнотой Божией. Потому что через понимание Любви, понимание Любви, которое исцеляет нас, восстанавливает нас, мы можем, не можем, не то, что можем, мы исполняемся полнотой Божией. Это то, что сегодня, мне кажется, очень важно для нас, как для верующих, как для Церкви, находиться в состоянии, быть в состоянии Любви. Знаете, в последнее время то, о чём говорил Иисус, ну, я холодею от Любви. И я понимаю, одна из причин, почему это будет происходить, потому что сердце будет увлечено, чем-то отвлечено от самого Бога. Вот как раз от этого атрибута Божьей Любви, что это Его сущность, это Его естество Бога в отношении людей. Он любит, Он любит. И поэтому, если сегодня у вас сложный, тяжёлый период в вашей жизни, я вам хочу сказать, находите места, размышляйте о Любви Христовой, вот этой безусловной Любви, которую Христос проявил в отношении нас, падших грешников. Посмотрите на свою жизнь, что Он любил нас тогда, когда мы даже были далеки, мы находились в каком-то грехе. И эта Любовь, она не изменяется, она превосходит человеческое разумение, человеческое понимание. Человеческое понимание. Поэтому, дорогие, пусть Бог каждого из вас благословит. Если сегодня тяжёлое время, да, любое время, на высоте, или, может, в глубине, внизу, размышляйте над Любовью, над тем, что Он любит нас. Он любит нас. Даже тогда, когда мы проходим через тяжёлое время, через трудности в нашей жизни, Он любит. Даже сегодня, когда вы больны, страдает ваше тело, Он любит вас. Он не перестал любить. Пусть крест, Его, Голгофский крест, Он становится откровением и пониманием, что это выражение Его Любви. Он страдал для того, чтобы я был исцелён. И сегодня, если тело страдает, скажем, Бог любит меня. И доказательство того, что я имею исцеление, это Его крест. Это Его крест. Он поможет мне пройти через мои трудности. У кого-то, может, сегодня есть падение, отпадение, падение. Послушайте, Бог тот, кто не отворачивается. Бог желает поднять, Бог желает восстановить для того, чтобы вы дальше и шли. Он спас вас не для погибели, а Он спас вас для того, чтобы вы имели жизнь и эта жизнь была вечна. Да благословит вас Господь, да сохранит вас в это время, да укрепит во имя Иисуса. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok